добрый день дорогие друзья с вами капля мы продолжаем говорить о моральном авторитете отца сегодня я хотел бы поговорить о поспешности решений знаете очень хороший образ предложил касси карстен своей книги на эту тему он пишет о том кем вы являетесь для своих детей диагностическим центром или аптекой в чем разница когда вы приходите в аптеку вы подходите к провизору и видите мне нужны капли от кашля или там мне нужны таблетки от кашля или мне нужно что-то от кашля и вам задают вопрос сухой или мокрый отхаркиваете или нет и тогда он вам предлагает целый набор спектр таких знаете лекарственных средств и вы выбираете или же он дальше он продолжает советовать то есть когда вы приходите в аптеку у аптекаря есть целый набор уже готовых средств готовых рецептов готовых ответов на те вопросы с которыми приходят пациенты когда же вы приходите к врачу когда вы приходите к диагносту вы не рассказываете что у вас то есть вы не рассказываете там вот у меня там бронхит нет приходите говорить вот у меня есть кашель и он меня замучил тогда врач начинает делать даже самый банальный терапевт в любой деревне он начинает обследование то есть начало слушать это постукивать отправит вас сделать анализы он соберет эти анализы и он исходя из той информации которую он собрал о вашем состоянии ваших симптомах он поставит вам диагноз и после этого назначит вам лечение когда мы говорим о воспитании детей когда мы говорим о взаимоотношениях в семье очень позитивно очень правильно было бы не быть аптекой а быть вот таким диагностическим центром то есть не торопиться выносить суждение не торопиться давать советы не торопиться быть человеком который показывает что он все знает на самом деле если положить руку на сердце то мы с вами мало что знаем мало что предполагаем допустим вы сидите дома читаете газету или смотрите телевизор или может быть занимаетесь какими-то другими делами вы слышите как в детской комнате два ваших сына занимаются любимым делом всех мальчишек они дерутся вы входите потому что уже там есть слезы все перешло все допустимые рамки и вы видите как два парня практически ровесники между собой может быть год разницы они дерутся вы разнимаете и начинается процесс каждый из них рассказывает свою правду вы слушаете одного и вы понимаете что другой виноват потом вы слушаете другого и вы понимаете что тот виноват что вы будете делать вы продолжите расследование или у вас есть готовое решение каким образом вы будете реагировать на это вы сядете поговорите с одним и другим вы попытаетесь их понять вы попытаетесь увидеть в чем проблема конфликта или вы просто отлупите и того и другого чтобы просто больше не кричали или дрались на улице кто вы диагност или аптекарь вы знаете мне нравится позиция диагноста еще вот чем во первых когда мы с вами показываем нашим детям что у нас нет готовых ответов когда мы показываем нашим детям что мы не все знаем это нас ни капли не унижает вернее это нас унижает если не будет последующего шага когда мы показываем что мы не все знаем не все понимаем но мы готовы искать ответы мы готовы искать правильные ответы и И поступать правильно, это мотивирует наших детей быть исследователями. И так же, как и мы, не торопиться поступать в сложных ситуациях шаблон. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваши дети уважали вас, вы должны быть исследователем, вы должны быть диагностом. В любом случае, друзья, дети, они прекрасно знают, что мы не обладаем всеобъемлющим знанием. Мы ошибаемся, наши суждения не всегда бывают верными или почти всегда не бывают абсолютно верными. То есть мы допускаем ту или иную степень погрешности. И когда мы безапелляционно заявляем, что мы вот точно знаем это, или мы уверены вот в этом, это как раз нас и принижает в глазах наших детей. Это показывает наше высокомерие. И что самое противное во всем этом, что самое негативное в этом, это показывает наше равнодушие. Когда мы бываем вот такими аптекарями, выдаем готовые решения, мы показываем нашим детям, что мы не особенно заинтересованы ни в поисках справедливости, ни в поисках истины, ни в их росте и развитии, ни в них самих. Поэтому, если вы хотите быть авторитетом для своего ребенка, не будьте аптекарем. Исследуйте, разговаривайте, не делайте вид, что вы знаете все, тем более, что это правда, вы не знаете все. Исследуйте, может быть, вместе с вашими детьми. Может быть, вы соберете целую семью, чтобы обсудить тот или иной вопрос. Именно это будет поднимать вас в глазах детей, а не то, что вы будете говорить о том, что вы всезнающие.